Всем здравствуйте, дорогие друзья! Все те, кто оставлял свои заявки на предрегистрацию карточной игры Legends of Runeterra в магазине приложений TapTap от Riot Games, сегодня получили уведомление, что игра начала свой открытый бета-тест в Сингапуре и что в игру можно поиграть из других стран при использовании VPN-приложений. Но вот чудо, игра без проблем качается и запускается и без какого-либо стороннего ПО. Возможно, это явление временное и в скором будущем доступ действительно будет ограничен, но на сегодняшний день расклад именно таков. При входе в игру для создания аккаунта вам предлагают воспользоваться либо своим Riot аккаунтом, который есть у каждого, кто играл в ПК-версию Лиги Легенд, либо аккаунтом Google Play. Советую всем воспользоваться первым вариантом, так как, во-первых, вам будет доступен список ваших друзей Лиги Легенд и будет отображаться кто во что играет, ну и соответственно пообщаться с ними напрямую можно также, будучи в разных играх Riot Games. Во-вторых, наверняка эти игры будут так или иначе пересекаться и возможно будут выдаваться какие-то дополнительные бонусы тем, кто играет в различные проекты Riot. Ну и в конце концов в данном случае просто будет надежнее для сохранности ваших личных данных, ибо неизвестно что и как будет после полного релиза игры. Так, давайте для начала пробежимся по интерфейсу игры и основному меню. К сожалению, приложения пока что полностью на английском языке и в некоторых моментах могут возникать сложности, особенно во время самой игры. Но при желании всегда можно разобраться, ведь это уже не китайский язык. На выбор нам предоставляют 4 режима игры. Против другого игрока, против бота, режим приключений, типа карьера что-то, ну и обучение. Тут я думаю всем все ясно, разве что добавлю, что игры против игроков находятся довольно таки быстро, не более 15 секунд, что явно показывает на уже отличный онлайн, даже сейчас на самом старте бета-теста. Далее у нас идет инвентарь с нашими наборами карточных колод, которые мы можем редактировать. Все, кто играли в Hearthstone, понимают о чем речь. Остальным же, чтобы понять что к чему, я могу дать два совета. Либо пройти обучалку в Hearthstone, чтобы понимать основы лора, либо ожидать русского языка, который появится примерно хер знает когда, ну плюс-минус хер знает сколько. Также нам предлагают почитать о свойствах и навыках каждой отдельной карты и при желании приобрести ее за внутриигровую валюту. Донат здесь также имеется и за реальные средства вам предлагают приобрести уникальные внешки игрового поля, или заменить вашего стандартного малыша Парро на какую-нибудь другую зверюшку. Ну и при желании вы можете за донат приобрести набор новичка из 11 рандомных карт одной из коалиции на выбор. Как и остается в приоритете у Riot Games в игре нет доната влияющего на игровой процесс и это есть хорошо. Ну и давайте перейдем к самому игровому процессу. Механика ведения сражения здесь значительно отличается от Hearthstone и на мой взгляд является более продуманной и сбалансированной, что представляет реальную угрозу проекту от Blizzard. Но теперь при выборе игры данного жанра у игроков будет реальный выбор и будет образовываться здоровая конкуренция, что всегда хорошо для игроков. Вернемся к игре. Основная концепция карточного гейминга конечно же сохранилась согласно жанру, но при этом и претерпела некоторые своеобразные перемены. Но тут уже каждый сам для себя решит в какую сторону, в лучшую или худшую. Стоит также отметить, что и очень красивые визуальные эффекты и анимации тоже сыграют свою роль в привлечении новых мобильных игроков. Таким образом Riot Games в короткие сроки вышли на новый уровень, теперь уже не только ПК гейминга, но и мобильных проектов и теперь представляют всем прочим реальную угрозу. И как я уже сказал ранее, такие маневры всегда порождают здоровую конкуренцию и заставляют разработчиков крупных и популярных проектов шевелить своими попками. Для нас геймеров это всегда является хорошим плюсом. А на этом все, с вами как всегда был ваш добрый друг Декор, не забудьте поделиться своими большими и вкусными лайками. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч и пока-пока!